Уральский федеральный университет 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 другими типами, вплоть до кулинарии. Так как в данном случае задействовано уже изготовление сооружений, создание сооружений с применением многих технологических процессов в условиях изготовления объекта, что значительно сложнее, чем просто разработка 3D-объекта и создание его в рамках одного производственного цикла без применения дополнительных технологических процессов. Чем вызван такой ажиотаж в целом в мире по аддитивным технологиям? Основное это, конечно, преимущество, которое дает аддитивные технологии. Сложность изготавливаемых изделий практически ничем не ограничена. Особенно это касается изготовления полимерных изделий, когда не требуется дополнительных поддерживающих структур. По металлическим изделиям здесь наблюдается некоторая усредненность требований, но требования не все-таки сохраняются. В зависимости от расположения, о конфигурации деталей, здесь есть нюансы. Второе основное преимущество – то, что здесь не требуется оснастка. Не нужно проектировать оснастку, как в обычном производстве, при формировании литейной формы, кузнечного штампа и других оснащений, в том числе и по сварке. Не нужно проектировать, не нужно изготавливать, не нужно тратить большие временные и трудовые ресурсы на создание формы под изготовление данного изделия. И третье преимущество, вытекающее из предыдущего – время на создание изделия минимально, так как конструктор или дизайнер, разработавший 3D-изделие непосредственно сразу после разработки, без создания чертежной документации, бумажной документации, передает 3D-модель уже на производство, технологу, фирме, которая производит изготовление этих изделий. И в течение нескольких дней он может получить уже готовое изделие, с заданными характеристиками из того материала, который используется на производстве. Имеется в виду очень широкий спектр материалов. Это и фотополимеры, и полиамиды, и полиэфиркетоны, и в том числе металлы, группы и титановые сплавы, нержавеющие стали, алюминиевые сплавы. Кроме всего прочего, надежность за прошедшие практически уже больше 20 лет как были созданы первые серийные образцы подобного оборудования, подтверждена неоднократно, и она проверяется как и промышленными предприятиями, так и в целом организациями контроля и стандартизации. Надежность можно в двух словах сказать о том, что проверено и в рамках Уральского федерального университета. Полученные результаты, которые показывают превышение стандартных требований к литейным изделиям и по некоторым параметрам равные, а по некоторым и превосходящие, прочностные характеристики изделий, полученные из проката и методами ковки. Имеется в виду и нержавеющая сталь, и титановые сплавы, и алюминиевые сплавы. По алюминию есть даже превышение не просто на 20-30%, а повышение прочностных свойств по отношению к гостовскому аналогу в 2-3 раза. Какими этапами развития аддитивной технологии двигались? Все началось, конечно, еще в 60-е годы прошлого столетия. Когда были открыты первые фотополимеры, процесс полимеризации происходит под воздействием светового излучения. Первый патент в 67-м году Виндайсом, основоположник, так скажем, аддитивных технологий, получил на 67-м году. В 80-м году Хелево Кадамо оформил патент, первый патент, на однолазерную систему стереолитографический тринк. И в конце 80-х годов, в начале 90-х, 3D Systems представила уже непосредственно рабочую установку стереолитографический 3D принтер. Но только создания фотополимера было недостаточно. Нужно было решить целый комплекс проблем, стоящих перед созданием и сопутствующих областей. Это и создание системы автоматизированного проектирования, появление управляемого оборудования ЧПУ, создание, в том числе, и математического моделирования, компактных и мощных источников лазерного излучения, выдающего нужную характеристику в широком диапазоне с плавным изменением характеристики. Кроме этого, необходимо было создать формат файла для хранения трехмерных моделей в объектах для использования в аддитивных технологиях. Это вот STL-формат файла, когда координаты файла, треугольники, входящие в состав геометрического объекта, создается и хранится уже в единой форме. Создание вычислительной техники, персональных кондюрсов. И только когда все это было решено, как раз вот конец 80-х, начало 90-х годов, появились первые 3D-принтеры, основанные на технологии SLA, стереолитографии. Что она из себя представляет? Источник лазерного излучения, в большинстве случаев стоял CO2-лазер с мощностью от 50 до 100 Вт, подает излучение на подвижное зеркало, которое заполняет проекцию построения деталей на поверхности жидкого полимера поверх платформы построения. Проекция создается из 3D-модели, рассеченной на двухмерные проекции, последовательно расположенные в процессе изготовления. Слой за слоем изготавливается вся деталь. В этом состоит и, впрочем-то, все аддитивные технологии, за редким исключением экзотических вариантов. Основная схема, она так и представлена. Соответственно, вместо жидкого фотополимера в технологии селективного лазерного спекания используется уже порошковый материал полимерный, полиамид, полиамид-12 в большинстве случаев, когда также на разравненной поверхности поверх рабочей платформы идет построение изделия методом полимеризации порошка полимера-12. Развитие стереолитографии двинулось за счет увеличения производительности самого процесса. Была создана технология масочной стереолитографии. Здесь уже используется источник ультрафиолета. Создается маска каждой проекции в отдельности. Вот в данном элементе можно посмотреть, что в создании маски идет этот отдельный процесс. После этого маска подается под проект ультрафиолетовый. И на поверхности фотополимера полимеризуется в нужной проекции необходимая нам конфигурация слоя. Снова фотополимер разравнивается и создается следующий слой. Но продолжение данной технологии включилось уже, воплотилось уже в следующей технологии, так называемой DEL-технологии. Когда стереолитография и масочная стереолитография переворачиваются головой вниз, так скажем, и источник светового излучения подает поток света на DLP-проектор, на котором уже автоматически по компьютерной программе отображается проекция, меняется уровень поглощательной способности экрана и оставшаяся часть света через линзу подается на слой фотополимера. Благодаря данной технологии удалось сохранить высокую производительность как масочной стереолитографии, так и снизить расход фотополимера. Не нужно было, соответственно, выполнять построение в ванне, полностью заполненной фотополимером, и за счет этого буквально небольшой слой фотополимера в формате DLP-проекция позволяет очень экономно расходовать довольно-таки дорогостоящий материал. Следующая технология – это уже PolyJet технология, когда создается непосредственно проекция изготавливаемого изделия на поверхности зоны построения с помощью печатной головки. В печатную головку входит сокла как и материал модели, из одного материала более прочный фотополимер, и материал поддержки, который создается менее прочным, для того, чтобы легче было отделить уже поддержку от детали. Полимеризация происходит под воздействием ультрафиолета буквально в процессе движения печатной головки. Сами ультрафиолетовые лампы расположены спереди и сзади по отношению к соку, чтобы минимизировать холостое движение самого изделия. Вот здесь ультрафиолетовые лампы расположены. Также интересная технология, и наиболее, так скажем, которую мы видим буквально на каждом шагу, в быту используется наиболее широко, это технология FDM. Когда из полимерной нити, филамента, так называемого, подаваемого в экструдер, путем нагрева данная нить размягчается, преимущественно используется в данной технологии или ABS-пластик, или PLA-пластик. Размягчается при определенной температуре до 200-230 градусов, и с помощью передвижения сопла подается уже на поверхность построения. Перемещение координат происходит как в возможной конструкции, как перемещение сопла в осях XYZ, так и перемещение, неизвестно, плиты построения. Плита может перемещаться в двух направлениях XYZ, а перемещение по Z осуществляется уже или соплом, или также областью построения. Наиболее широко представлен производителями именно бытовых принтеров, и минимальная стоимость даже отечественного FDM-принтера составляет около 50-60 тысяч рублей. Следующая технология – это уже лонг-технология. Здесь возможно использование как полимерных материалов, так и материалов на основе бумаги. Первоначально хорошее и довольно-таки широкое распространение имело до середины 90-х годов. Довольно-таки маломощный лазер. Вырезал на поверхности слоя или бумажного, или полимерного материала вырезал проекцию необходимой нам детали. После этого происходило соединение или с помощью клея, или с помощью, как в данном случае на схеме показано, нагретого валика. Склеивалась проекция с предыдущими слоями, а обойма уходила в отходы. Большой расход, конечно, материала и довольно-таки низкая производительность. При этом получалось довольно-таки высокое качество, так как толщина слоя здесь могла составлять до 10 микрон, в зависимости от толщины конструкционного материала, используемого в процессе построения. В настоящий момент, вот последние где-то около 8 лет, технология возрождается уже несколько в другом качестве, когда в данной технологии используется не полимерный материал, а металлическая фольга. Вырезается также лазером проекция той детали, которую мы строим из металла, приваривается ультразвуковой сваркой к предыдущим слоям и получается также 3D деталь, полностью отвечающая всем требованиям по плотности, так как она именно состоит из прокатного материала, послойно сваренного друг с другом. Кроме всего прочего, в данной технологии можно проводить дополнительную механическую обработку в процессе изготовления самого изделия. На данном слайде хотелось бы отметить, что хотя наибольшее распространение в обществе получили настольные 3D принтеры, экструзионные так называемые, по FDM технологии, отечественный принтер, ну наиболее известный, буквально в 2015 году был из отечественных принтеров, это TESA. В 2015 году в общем мировом масштабе это MakiBot Replicator 2, наиболее известный и часто распространенный. И хотелось бы отметить еще интересный проект, который был запущен в рамках так называемого проекта RepRap, когда 80% принтера принтер может изготовить сам. В данном этапе вот можно рассмотреть, что основные узлы, крепежные элементы, поддерживающие структуры изготовлены именно на этом принтере, вот из белого ABS подобного пластика, из ABS пластика. Кроме, конечно, металлических направляющих, сопла и электромоторов, плюс, конечно, плата. Данную конструкцию можно непосредственно скачать в интернете, и собрать из имеющихся в продаже кит-наборов, буквально имея там 3 электродвигателя, плату управления и 6 тяг, можно построить свой 3D принтер по себестоимости не более 15 тысяч рублей. Но нам, конечно, наиболее интересно все-таки промышленное применение 3D принтеров и аддитивных технологий. В первую очередь, она связана с металлическими материалами. Я остановлюсь не на всех технологиях, а непосредственно на наиболее распространенных, конечно, с нашей точки зрения. Это технология Direct Deposition, так сказать, технология DMD. Первую из них предложила фирма, технология образовалась фирма Lens, фирма Optomec. Когда посредством лазерного излучения производится нагрев поверхности или обрабатываемого образца деталей или платформы построения, и в эту же часть подается в различных вариантах есть подача как порошкового материала, возможно, даже комбинации различных порошковых материалов металлических, так и, возможно, подача присадочного материала в виде проволоки. Соответственно, образуется слой, наплавленный поверх платформы построения. Также по программе, контролирующейся процессором, создается 3D-объект, состоящий из множества послойно изготавливаемых изделий, проекций данного изделия на двухмерную плоскость. Данный технологический процесс отличается высокой производительностью, но есть некоторые недостатки. С точки зрения изготовления по точности, соответственно, есть некоторые ограничения. Более низкая точность по сравнению с другими технологиями и высокая шероховатость поверхности. Но в настоящее время это наиболее перспективный процесс с точки зрения доведения уже образцов, повышения точности, повышения производительности и использования широкого спектра материала, для изготовления в том числе и композиционных материалов. Следующая технология это селективное лазерное сплавление. Данная технология используется в большинстве установок импортного производства, представляет собой по схеме очень похожий процесс. Соответственно, в некоторых случаях есть бункер подачи материала, когда выдвижением платформы порошок подается на поверхность с помощью ролика или ножа распределяется по полу построения и уже на этой платформе построения происходит сплавление материала с начала первого слоя с платформы построения по следующих слоев друг с другом посредством лазерного излучения. В данной технологии в большинстве случаев используется опный твердотельный петербург-лазер. Современные источники лазерного излучения очень уменьшились в своих габаритах, повысилась значительная мощность, а стабильность излучения по гарантии фермы-производителя составляет до 500 тысяч часов без изменения характеристик. Кроме всего прочего, современные источники лазерного излучения позволяют выдавать характеристику излучения с плавным изменением по мощности от 10% до 100% программно. Буквально задаем в программе изменения характеристики и все это отображается при изготовлении изделия. Кроме прочего, хотелось бы сказать, что в отличие от полимерных материалов, использование металлических порошков тоже накладывает свои ограничения. Это, во-первых, ограничение на сырье. Это должен быть порошковый материал с очень строгой размерностью. В большинстве случаев это от 10 до 60 микрон технологии SLM и от 50 до 150 микрон в технологии Direct Deposition. Кроме этого, порошок должен обладать высокой, близкой к идеальной сферичной формой. И, конечно, минимальным содержанием окислов на поверхности порошка. Соответственно, это определяет варианты изготовления этих порошковых материалов. Основные производители мирового уровня на сегодняшний день это наиболее распространенные фирмы и оборудование фирма EOS Electro-Optical Solution с последней флагманской разработкой M270 была первой разработкой по металлическим порошкам. В настоящий момент флагманской моделью является M400. SLM Solution фирма, в которой флагманская модель считается уже SLM 500 ICHO с увеличенной камерой построения. Фирма Laser SLM специализующая на изготовлении оборудования для медицинского применения именно аддитивных технологий. Фирма Concept Laser, которая работает широко и представляет уже несколько машин различного габарита. Так скажем, в этот пул фирма, английская фирма Arena Show с тремя ходовыми моделями своего оборудования и фирма 3D Systems, которая представляет уже и не только продукты локализации европейской фирмы, которая основана на Phoenix в французах, но и уже есть свои разработки с камерой больше, чем 500 на 500 на 500 миллиметров. Из этого ряда несколько выбивается производитель аддитивных установок фирмы Arkham. Основное отличие от остального оборудования является тем, что используется здесь уже не источник лазерного излучения, а электронно-лучевая пушка. Соответственно, в этой установке происходит послойное сплавление материала не в среде инертного газа, как в остальном оборудовании, а в среде создается вакуум и построение происходит вакууме. Соответственно, очень интересное применение данного оборудования представляет медицинское направление, изготовление различного рода внедряемых хвост-интегрируемых элементов, так и изготовление особо плотных и ответственных узлов, в том числе и для аэрокосмической отрасли. В основном в этом применяются, конечно, порошки на основе титана и никелевых сплавов. основные тренды развития, которые показывают вот эти, так скажем, киты аддитивного оборудования в общем мирового масштаба, направлены на повышение производительности. По технологии SLM здесь необходимо отметить, что скорость построения довольно-таки низка. Слой начинается от 20 микрон и максимально большой слой это 60 микрон. Соответственно, скорость построения здесь довольно-таки невелика. Для того, чтобы ее повысить, применяются соответственно различные методы. В данном случае фирма SLM идет таким путем, увеличивая камеру построения, зону построения для изделий. Первоначальная машина была размерами 125 на 125 миллиметров цвету. Следующее оборудование уже 250 на 250 миллиметров. За счет увеличения габаритов камеры построения снизилась производительность, но производитель достиг увеличения производительности на 68% за счет того, что установил два одновременно работающих оптоволоконных лаза по 400 ватт. Они могут одновременно работать как над одной деталью, расположенной на план фране построения, так и работать над несколькими деталями, несколькими проектами в разных зонах построения. И закономерным развитием послужила и следующая установка. Это уже SLM500HL, когда одновременно в зоне построения могут работать до четырех лазеров. В данном случае показано, что мощность 400 ватт, но есть уже разработки, в том числе не только SLM, но и фирмы EOS, 3D Systems и Concept Laser, когда используется уже мощность лазера, используемого на установке, достигает киловатта, а в некоторых случаях и выше. Это имеется ввиду для заполнения не периметра построения, а имеется ввиду построения внутри массивных частей, когда требуется быстро заполнить большие участки большого сечения. Тренд прослеживается именно в таком направлении увеличения лазеров и увеличения площади построения. Что же происходит в общем мировом масштабе на рынке агитивных технологий? Когда мы начинали в 2011 году, вы можете рассмотреть диаграмму с левой стороны, объем рынка продажи и оборудования и предоставления услуг в области аддитивных технологий представлял не более, ну, немного более полтора миллиарда долларов. Это в общем мировом масштабе. В настоящий момент есть информация, что на 2015 год благодаря взрывному характеру роста данного рынка аддитивных технологий объем рынка составляет уже больше пяти миллиардов долларов и есть тенденции к росту дальнейшему. Даже некоторая просадка в кризисное время 2009 года здесь не особо сказалась на росте интереса к аддитивным технологиям, к их использованию не только в быту, но и промышленном применении. Особенно хорошо это прослеживается не только на количестве проданных аддитивных установок. В 2015 году их было продано больше 800 единиц. Можно предположить, что каждая промышленная установка имеет среднюю стоимость до около миллиона долларов. Соответственно, только объем рынка продаж приближается к миллиарду долларов. Но к этому рынку достигает по времени и построение изготовления сырья для аддитивных технологий. Как я уже упоминал, ее довольно-таки специфичное и требует большого интереса с точки зрения и материаловедов и с точки зрения технологов по изготовлению порошковых материалов. в настоящий момент, как вы можете посмотреть, рынок составляет общий рынок продаж всех материалов 768 миллионов долларов. Из них металлических материалов продается около 80 миллионов долларов. Но наибольший интерес, конечно, представляет в данном сегменте рынка это фотополимеры 45%. используется оборудование очень широкого спектра. Серия литографические принтеры используется практически во многих отраслях промышленности, в дизайне и в машиностроении и в медицине. В том числе используются фотополимеры, которые можно использовать в том числе и биоинтегрируемые в тело человека. Второй по значимости идет сегмент рынка. это по полимерам используем технологии селективного лазерного спекания, порошковые материалы. Это и полиамиды, и полиэферпетоны, и различные материалы, которые сейчас разрабатываются еще в процессе. Рынок тоже довольно-таки велик, и тенденция есть к увеличению именно этого сегмента рынка. Рынок так скажем товаров бытового применения в принтерах это вот филаменты по продаже вот этих так называемых АБС и ПВА нитей довольно-таки велик в отношении мирового производства и составляет около 15%. Остальные материалы имеются ввиду это уже и оксиды, керамики, композиционные материалы и различного рода их комбинации друг с другом. Также можно отметить в каких элементах находят применение эти технологии. Если так скажем еще 10 лет назад основное применение все-таки было это наглядные пособия, модели для презентации, шаблоны под сборку, концептуальные элементы, формы для отливки металла, то в настоящий момент на сегодняшний день можно заявлять о том, что наибольший все-таки интерес вызывает уже изготовление не прототипов и каких-то отдельных элементов, а уже готовых функциональных узлов, готовых к применению уже в существующих машинах и оборудованиях, так и для разрабатываемых новых продуктов. Это имеется ввиду и конструкции, и узлы, и какие-то уже готовые соединения, элементы, механизмы. Также появляется сегмент инструментов и частей инструментов. Имеется ввиду и для здравоохранения, и для машиностроения. когда нестандартизированный инструмент требуется сготовить в очень короткие сроки, когда на счету стоят и большие средства по отладке этого устройства, или уже человеческое здоровье. Что происходит в России в области аддитивных технологий? Ну, в первую очередь, создан, все-таки создан технический комитет по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ТК 182 аддитивные технологии под сопредиздательством ВИАМа Всероссийского института авиационных материалов и Росатома. Такая структура создана и уже работает больше полугода. В рамках этой структуры создано шесть подкомитетов, охватывающих весь спектр применения аддитивных технологий, начиная с изготовления сырья и требований к этому сырью и заканчивая уже непосредственно оборудованием для аддитивных технологий, методами испытаний изделий, получаемых этими технологиями. По заявлениям данного технического комитета, участниками которого мы являемся, до конца 2016 года будут разработаны и утверждены основные стандарты на данную технологию, которые позволят применять аддитивные технологии уже на уровне применения широкого промышленности, что позволит и конструкторам развязать руки в применении так и соответственно другим службам, использующих в работе аддитивные технологии. В части изготовления порошковых материалов, именно металлических порошков, что для нас наиболее назрело, что необходимо в свете и импортозамещения, и в свете санкционных мероприятий, мы должны обеспечить российское производство именно металлическими порошками собственного отечественного производства. Наибольшей работой здесь отметился Северсовский институт авиационных материалов, ВИАМ. в настоящий момент ими позиционируется, что уже разработаны и произведены опытные партии более 60 типов металлических порошков для аддитивного производства, испытаны уже на различном оборудовании эти порошки и на СЛМ машинах, и на ЭОС машинах, и на машинах концепт-лезер. Большое распространение в России имеют оборудование, использующее эффект центробежного распыления. Наиболее подходящее применение данной технологии именно в изготовлении порошковых материалов на основе никелевых сплавов, нержавеющих сталей. Активно исследуется возможность применения данной технологии центробежного распыления для изготовления титановых сплавов именно нужной нам для технологии селективного лазерного сплавления фракции от 10 до 60 микрон. Получение большей фракции проблем не возникает. Для дерево депозишн технологии электромеханика Акционерное общество электромеханика выпускает уже стандартное оборудование используемое в производстве. В том числе один из пользователей этого оборудования это Акционерное общество Композит которое активно применяет в своей работе и оборудование по производству порошков титановых так и уже разрабатывает конструкцию аддитивных машин под изготовление титановых изделий аддитивными технологиями. Также здесь указано что и стоп-директ производят сферические порошки титановых сплавов. Кроме здесь не указан могу отметить что Уральский федеральный университет совместно с распылительными системами и технологиями разработали установку по получению порошков из материалов на основе алюминия меди нержавеющей стали методом газовой атомизации где происходит распыление порошка в среде ростова до уровня порошка нужной фракции в среде инертного газа. В настоящее время заключен лицензионный договор с предприятием Атома и до конца этого года будет уже произведена установка непосредственно опытная промышленная установка по изготовлению подобного материала уже в предсерийном объеме. Кроме этого конечно и такие предприятия как Полема занимаются тоже газовой атомизацией со специализацией на нержавеющих сталях занимают также этим вопросом получения порошков для аддитивных технологий и Русал и Северсталь и многие коммерческие организации проявляют к этому вопросу интерес. Ограничивается это только тем, что в настоящий момент в России присутствует металлических промышленных установок не более 25 единиц поэтому объемы потребления внутри российского рынка ограничиваются цифрами в пределах 15-20 тонн марки сплава одной марки сплава в целом по России но данные порошковые материалы имеют очень экспортный потенциал в области разработки аддитивных технологий именно оборудование использующее аддитивные технологии проявили себя и научным центром Санкт-Петербургский политехнический университет и Самарский гос аэрокосмический университет активно разрабатывают установки на основе технологии Direct Deposition прямой подачи порошкового материала в пятно контакта с лазерным излучением кроме этого государство активно поддерживает данное направление как и на высшем уровне так и это можно посмотреть в рамках создания федеральных целевых программ в этом направлении отмечены несколько целевых лотов которые были разыграны в 2014 году к примеру разработка технологии формообразования сложнопрофильных объемных деталей узлов путем послойного лазерного спекания металлических порошковых материалов кроме этого Станкин активно участвует и разработал уже несколько установок ряд установок лазерного послойного синтеза в том числе и как я уже упоминал это предприятие электромеханика которое разработало и проводит испытания установки селективного электролучевого уклавления послойного это одна из отечественных разработок кроме подобного подобное оборудование разрабатывают вузы вузы и новосибирска и томска электронно-лучевого плавления и селективного лазерного плавления в УРФУ разработан ряд машин селективного лазерного плавления сплавления имеется ввиду спектр машин с камерами построения начиная от диаметром 150 мм на 180 мм по высоте и заканчивая довольно-таки габаритами конструкциями габаритами 1250 мм на 500 мм на 500 мм кроме этого Росатом активно занимается также этим вопросом в рамках структуры Росатома создана и анонсирована разработанная установка МЭЛ Мастер 550 3D с камерой до 500 на 500 мм также на выставке металлообработка 2016 проходящей Москве лазерные технологии и оборудование представили установку МЭЛ 6 так что можно сказать что в рамках России производится довольно-таки большая работа в этом направлении и есть на что и на кого ориентироваться что же происходит в Уральском федеральном университете в 2013 году создан региональный инжиниринг центр на базе Уральского федерального университета за это время нами были приобретены неделенные в производство запущены в работу установки фирмы ЭОС по металлическим порошкам это машина М280 и по плавленным порошкам установка П396 мы уже с ними работаем больше полутора лет работаем активно занимаемся не только изготовлением изделий по 3D-моделям заказчика но и проводим инжиниринг уже существующих конструкций изделий в том числе даже вот этот тренд установка селиквинового лазерного сплавления которую мы разработали и будем представлять 11 июля на инопроме Екатеринбург Экспо во-первых он на 80% состоит из отечественных комплектующих кроме основных элементов это оптическая линейка для точного измерения серого привода большая часть остального в том числе и программное обеспечение было создано и в рамках ОРФУ и были использованы разработки и локализации производителей изготовленных в России кроме всего прочего в том как создание этой установки мы на немецком оборудовании создавали теплообменники к примеру габариты этого теплообменника 220 на 220 миллиметров высота 260 миллиметров он изготовлен из алюминиевого сплава АК-10 с добавкой лидирующей магния длина каналов общая длина каналов здесь составляет 120 метров размер канала 8 на 8 миллиметров по сравнению с стандартными аналогами этот радиатор позволил уменьшить габариты без уменьшения эксплуатационных характеристик теплоотдачи конечно уменьшили габариты в 3 раза но кроме этого и стоимость значительно снизилась даже по сравнению со стандартными унифицированными изделиями это изделие у нас было создано 4 месяца назад но после того как мы работали данную конструкцию уже в системе С посчитали наиболее эффективную конструкцию теплообменного агрегата и была предложена уже следующая конструкция теплообменника который меньше предыдущей конструкции в 2,5 раза и при этом позволяет получить ту же производительность за счет применения сложной конфигурации каналов и самой структуры ячеек для проводящего элемента газоотдачи кроме этого нами изготовлены из нержавеющей стали разнообразные изделия типа фильтров электроосаждения фильтров для здравоохранения для российско-научного центра имени Лизарова город Курган был изготовлен ряд имплантатов для испытаний и апробации пока в настоящий момент на животных на кроликах и на собаках но в ближайший год уже предполагается изготавливать подобные изделия серийно для внедрения уже непосредственно в тело человека преимущество данной технологии здесь наиболее ярко проявляется в том что замещение костной ткани вот таким имплантатом конструкции центра Лизарова позволяет значительно уменьшить срок реабилитации пациента за счет более полной и более быстрой поста интеграции тела человека так и изготовление индивидуализированных имплантатов для каждого человека отдельно кроме этого прорабатываются вопросы изготовления вот из полиамидов макетов элементов позвоночника для проведения более полной картины операции построения стратегии построения построения новой операции что зачем выполняется какие лучше применять шаблоны кондуктора для вмешательства в тело человека с минимальными потерями опять же это очень значительно сказывается на сроке реабилитации пациента также интерес представляет и элементы запорной арматуры применяемой в высокоответственных узлах имеется ввиду и энергетика и нефтехимия когда требуется изготовить в рамках импортозамещения буквально несколько штук или небольшую опытную партию до 100 штук изделий в течение очень малого времени прорабатываются вопросы по инженерингу уже существующих конструкций слева расположены до проработки конструктором и справа уже изделия после обработки вы можете здесь заметить значительное облегчение если в данном случае применялась такая конструкция для того чтобы можно было использовать технологию литья по управляемым моделям то в данном элементе этого ничего не нужно оставляем только те элементы функциональные и прочность которых необходимо для изделия вес по сравнению с этим элементом мы снизили со 120 грамм на 98 грамм кроме этого полимерный материал который мы используем в работе это полиамид 12 он обладает весьма интересными свойствами широко используется в функциональных элементах в большинстве случаев стоек к слабым растворам кислоты и щелочи выдерживает температуру до 150 градусов применяется и в условиях биосовместимости но имеется ввиду конечно только наружное применение в тело его интегрировать пока допустимо нет такого разрешения сертификата на применение кроме прочего применение и замена полиамидом уже металлических изделий когда допустимо замена или алюминиевого изделия сложной формы вот как в этом случае крыльчатка на изготовление из полиамидного материала данная крыльчатка работает при скоростях вращения до 10 тысяч оборотов в минуту что вполне сопоставимо с требованиями к металлическому изделию и при температурах нормальных окружающей среды после внедрения этой крыльчатки выяснилось что снижение веса в 4 раза по сравнению с алюминиевой крыльчаткой позволило уменьшить мощность привода уже не полтора киловатт а всего лишь 500 ватт но вот вкратце я рассказал о наших проектах кроме этого конечно можно здесь рассказывать бесконечно нами были созданы учебные программы по аддитивным и лазерным технологиям продолжительностью 36 часов 72 часа мы проводим семинары и конференции на базе Уральского федерального университета подобного типа конференции мы проводили для специалистов и Алмаз-Антея и структуры РОС проводим выезды на предприятия регионов в том числе и Уральского федерального округа разработаны совместно с Роснано и под эгидой Роснано учебный курс по программе аддитивных технологий использования наноматериалов имеется ввиду что в сырье использующем в самом процессе аддитивных технологий используются и наноматериалы как и в полимерах так и металлических порошках применяются и могут применяться нано структурированные объекты которые позволяют изменить характеристику окончательного изделия уже на не только на наноуровне но и на микронном уровне кроме прочего замечены процессы возникающие при селективном лазерном всплавлении титановых сплавов что создается эффект создания нано структурных элементов нано размерных которые дополнительно упрочняют и повышают прочностные механические свойства этих изделий спасибо за внимание я сейчас попытаюсь ответить на ваши вопросы так вопрос какие лазеры вы планируете устанавливать на своих принтерах в настоящий момент мы устанавливаем российскую логеризацию источников лазерного излучения это фирма Ирэполюс находится в Подмосковье город Фрязино мощность источников лазерного излучения от 200 до 400 ватт так вы спекаете титановые сплавы нет происходит именно процесс сплавления титановых сплавов мы берем титановый порошок происходит обработка его лазерным излучением проекция слоя сплавляется сплавляется не только в этой проекции но и проплавляется до полутора слоев ниже соответственно получается цельная структура без пористая практически по нашим исследованиям пористая составляет не более 0,05% конечно немецкие наши коллеги рекомендуют использовать уже дополнительно газоизостатическую обработку соответственно дополнительное прессование чтобы эти поры уже минимизировались закрытые поры схлапываются при такой обработке что еще больше повышает прочность самого изделия да правильно горячее изостатическое прессование к сожалению установка газоэстатическое прессование у нас не используется мы только лишь планируем испытывать и стремимся минимизировать дополнительную обработку изделий после изготовления имеется термическая обработка для снятия и напряжения и для получения необходимых свойств самого материала по поводу конкурентов в настоящее время конкурентов много даже по нашим данным вот как я уже презентации обозначил около 10 фирм и вузов разрабатывает установки аддитивного производства есть установки и интересные питерского политеха но у них большее направление идет на использование технологии direct deposition они обладают очень высокой производительностью соответственно по построению примеру у них скорость построения за 1 час они могут нарастить до 1 килограмма изделия в наших условиях скорость построения значительно ниже но зато по технологии селективного лазерного сплавления мы получаем большую точность вот наше отличие как раз в том что мы используем технологию селективного лазерного сплавления с более высокой точностью и использованием широкого спектра материалов конечно есть ограничения по порошкам есть по стоимости этих порошков следующий вопрос какие существуют отечественные разработки установок для получения песчано-полимерных форм для лития металла к сожалению есть только на работе в сибирском отделении академии наук X1 S Max Voxjet но это не серийное оборудование это пока еще начало работы хотя при приложении определенных сил и финансирования в течение года полутора можно выйти уже на производство серийного оборудования по технологии изготовления аналогичной фирме X1 типа S Max Да проектов много но насколько мы наслышаны наиболее продвинулись конечно коллеги из новосибирского политеха механические характеристики изделий получаемых методом спекания но я все-таки бы хотел отметить что этот процесс сплавления здесь некоторое идет различие терминологии спекание идет по полимерным материалам по металлическим материалам идет именно сплавление за счет того что идет не просто процесс спекания двух порошинок между собой а именно проплавление создание ванной расплава диаметром до 100 микрон и проплавление глубиной до от полутора слоев до больше соответственно механические свойства здесь повышаются за счет получения очень мелкозернистой микроструктуры очень высокие скорости охлаждения создают мелкозернистую структуру уже на стадии получения порошка большинство случаев и технологий получения порошковых материалов основаны именно на газовой атомизации распыление расплава в среде подаваемого аргона при этом капельки расплава которые уже обладают уже сферичной формой имеют очень высокий градиент по скорости охлаждения а в последующем при уже затвердевании расплавленной зоны при селективном лазерном сплавлении зона которая образуется при сплавлении при скорости движения лазера до метров в секунду перемещается лазер в рабочем режиме за это время фокусное пятно диаметром 100 микрон расплавляет порошок в проекции сплавляет его с предыдущим слоем и перейдя на следующую позицию мгновенно вот эта ванна у нас переохлаждается создается очень мелкая структура самого материала наиболее ярко это проявляется именно в алюминиевых сплавах так как более высокая теплопроводность этого материала и в отличие от литья где получить зерно 40 микрон уже считается достижением здесь величина зерна и величина зерен интерметаллидов достигает максимум до одного микрона а в большинстве случаев это 500 600 800 нанометров как в объеме контролируете размер структуры и ее плотность непосредственно по изготовлению мы можем проводить контроль на рентгенографии и ультразвуком у нас есть партнеры которым этим занимаются но в большинстве случаев стабильность изготовления изделий подтверждается условиями производства то что само производство сам процесс осуществляется строго контролируемых условиях имеется ввиду и содержание кислорода и температура среды высокие требования к прием позволяют тоже получать очень стабильный повторяемый результат если мы получили однократно положительный результат он в 100% случаев воспроизводим в следующем этапе построения вопрос Антона расскажите про постобработку сложнопрофильных деталей это очень больной вопрос вот именно по металлическим деталям шероховатость при построении на образцах из нержавейки достигает RZ 30 микрон по титановой алюминии RZ до 60 микрон путем использования имеющегося у нас оборудования это виброголтовки с различными наполнителями так называемыми чипсами мы доводим частоту поверхности лучшее что нам получилось довести до 1,6 микрона кроме этого прорабатывается вопрос по электрохимполировке ведется переговоры и испытания по изготовлению и дальнейшей обработке этих изделий в особенности это конечно элементы турбины крыльчатки лопатки направляющего аппарата режекторы импеллеры такого характера но в большинстве случаев улучшать шероховатость поверхности даже не требуется в некоторых случаях как вот по изготовлению имплантов наоборот требуется создавать определенную шероховатость необходимую для активной остроинтеграции тела человека а в некоторых случаях и нанесения покрытия такого как гидроксиапатита на уже титановый имплантат так пожалуйста еще вопросы ну я вот хотел бы сказать что предел прочности текучести буквально под рукой у меня есть полиуминимум сплавом для аналога отечественного аналога прямого используемого импортного порошка в настоящий момент полного аналога нет это сплав алюминий кремний где содержание кремния 10% и до 1% содержание магния данный сплав можно сравнивать с двумя отечественными сплавами по ГОСТу 1994 года это АК-9 Ч и АК-12 Ч по сравнению с АК-12 прочность временное сопротивление на разрыв на разрыв составляет 320 мегапаскалей по ГОСТу это уже 240 для АК-9 и 180 для АК-12 сплава при этом твердость если по ГОСТу на литейные сплавы твердость составляет 40-60 единиц вот для двух этих сплавов для полученного нами изделия твердость составляет до 110 единиц причем это этот результат был подтвержден не единократно производились исследования и в Уральском федеральном университете и в предприятиях которые приобретают у нас эти изделия наших заказчиков это приборостроительный завод и ВСМПО ВИСМА при этом различия по получению я имею ввиду по твердости по Бринелю твердость по Бринелю составила 110 единиц плюс минус 2% что соответственно практически в два раза превышает твердость алюминиевых сплавов для литейных для ГОСТа на литейные сплавы при этом удлинение опять же за счет микроструктуры увеличилось не 1-2% как по ГОСТу на литейные алюминиевые сплавы а уже составляет 4-6% кроме этого путем это без термической обработки я говорю по изделиям полученным методом селективного лазерного сплавления на установке М280 Эус без проведения термической обработки при термической обработке можно подкорректировать прочностные свойства механические свойства и соответственно увеличить относительное обвинение до 10% уменьшив соответственно твердость так вопрос по геометрической твердости точности геометрическая точность изготавливаемых изделий на установках ЭО составляет 0,1 миллиметра на 100 миллиметров линейной длины в наших установках мы стараемся на УРАМ 150 использовать те же характеристики и выйти на близкую или лучшую точность усталостные характеристики материалов еще недостаточно изучены для общего спектра применения даже в зарубежной литературе это довольно-таки тема нефишируемая но испытания изделий из титановых сплав которые мы проводили совместно с СМПО АВИСМА есть некоторая тенденция что без термической обработки и без проведения обработки ГИП горячего изостратического прессования изделия полученные аддитивными технологиями несколько уступают изделиям из проката за сравнение брался прокат ВТ-6 Эли сравнивался с аддитивным так скажем составом Титан-64 практически тот же ВТ-6 но с небольшими изменениями Да вы правильно задаете вопрос усталостное разрешение в КД никак не задается в чистом виде соответственно это можно будет уже отразить и разрабатываем совместно с ВИАМом стандартах принимаются соответственно проекты стандартов рассматриваются и любые пожелания по внесению данных характеристик проекты рассматриваются в широком спектре но кроме этого это уже задача и разработчикам оборудования по селективному лазерному сплавлению и по прямому сплавлению Direct Deposition разрабатывать оборудование позволяющее технологам работать уже в таких режимах изготавливать изделия которые позволят элиминизировать эффект усталостного разрешения или создать такие режимы при которых данный эффект не будет чувствоваться Вопрос по теме ПЛА пока существуют настольные 3D принтеры и экстразионная технология FDM ПЛА имеет свою роль и будет оставаться в работе Трудно сказать на какое время Здесь прогноз по аддитивным технологиям даже на 1-2 года очень противоречив рынок развивается взрывообразно и трудно предсказать куда двинется даже через год данная технология какие перспективы данной технологии Пока мы просматриваем четко это направление большого интереса к металлическим установкам аддитивных технологий Какая из технологий будет наиболее востребована SLM или Direct Deposition или все-таки электронно-лучевое отплавление или все-таки X1 покажет на своих установках лучшие перспективы Это уже обсуждается даже не в научных кругах а решается объемами финансирования конкретных заинтересованных коммерческих организаций Сложность изделий неограниченная это конечно некоторое лукавство имеется ввиду неограниченная в части изготовления полимерных материалов вот в среде изготовления полиамида она действительно практически ничем не ограничена кроме как имеется ввиду есть ограничения технические фокусный диаметр пятна лазерного излучения на поверхности величина наносимого слоя материала максимальный размер тонкостенного ребра который может выдержать характеристику и поддержать ее по металлическим материалам это возможный вариант изготовления углы наклона форма самого изделия естественно есть некоторые технологические особенности которые необходимо учитывать и в части изготовления изделий и в части уже разработки новых конструкций аддитивные технологии это лишь инструмент высокоточный хороший инструмент но он реализует лишь то что вы в него заложите на стадии конструирования поэтому в первую очередь конечно нужно проводить и в некотором роде прогрессорства показывать и учить специалистов предприятий учитывая специфику этих предприятий каким образом наиболее оптимально было бы применять данные технологии имеется ввиду не только металлические но и в целом аддитивные лазерные технологии в работе над своей спецификой над изготовлением и разработкой своих конструкций изделий у нас этот опыт по обучению по так скажем семинаров презентации уже довольно таки большой цена изделия у нас даже не зависит от типа изготавливаемого изделия а от объема STL модели STL файла по полиамиду можем сказать в зависимости от партии цена составляет от 80 до 120 рублей за кубический сантиметр по металлическим материалам на алюминий и нержавеющей сталь это около 300 рублей за кубический сантиметр по титану это около 1200 рублей за кубический сантиметр надеюсь я полностью ответил на ваши вопросы соответственно вопрос по изготовлению сложной трубки под углами но во-первых я понимаю уже нет возможности изменить геометрию самой трубки по программе Magix конечно есть ограничение по металлу желательно использовать геометрию при углах наклона кривая поверхности не меньше 40% опять же есть ограничение по толщине стенки этой трубки возможно есть возможность изменить канал внутри трубки сделать его не цилиндрическим а в виде или ромба или элипса что значительно минимизирует потери на суппортах на поддержках если более подробная информация нужна пожалуйста обращайтесь в райиске федеральный университет мы вам с удовольствием ответим вам спасибо за интерес мне приятно было выступать перед такой подготовленной аудиторией до свидания счастливо до встречи коллеги уважаемые слушатели благодарим вас за внимание к нашему вебинару Алексей Геннадьевич огромное спасибо за интересную лекцию если у вас еще остались вопросы просим вас на нашу почту ее нанособака роснано.ком следите за нашими новостями скоро у нас появятся новые интересные события всего вам доброго до встречи